Друзья, всем привет из Архипаосиповки! Сегодня 12 число, суббота, и в Архипаосиповке сегодня открытие сезона. Я нахожусь у гостиницы Старая Мельница, и сейчас мы вместе пойдем на пляж. В общем, сегодня будет концерт, скорее всего, салют, и это все я вам покажу. Вот так вот здесь красиво есть кафе. Вообще, в принципе, мне тут местечко нравится, уютное такое. И тут немного людей всегда, так прям спокойненько. Вот вход в эту гостиницу, две звезды. Здесь вот музей. Как-нибудь нужно будет его посетить. Дальше идет сувенирная лавка. Салон красоты даже тут есть. Интересно, тут туда какой-то вход прям. Ну ладно, в общем, сейчас мне этим заниматься некогда. Позже прям конкретный обзор будет этого места. Вот, хотела бы вот поднять такой вопрос. Мне просто пишут в комментариях, и много. Я не хочу уже отвечать на этот вопрос. Точнее, на вот эти комментарии. Просто хочу сейчас уже в видео как бы рассказать, что ли, людям, которые немного не понимают, куда они приезжают, какие тут цены, почему тут такие цены. Начнем с того, что здесь курорт. А курорт всегда предполагают у нас не магнитовские, не метровские, не лентовские цены. Я думаю, что человек, который имеет нормальную логику, должен как бы понимать. Вот, что значит разливайки? Разливайки на берегу. Разливайки на берегу это пивные, либо бары, кафе, рестораны. Так называют это зрители канала, которые пишут это. Так вот, чтобы эта разливайка заработала, нужно место арендовать. Аренда возле моря, если это прям первая береговая линия, думаю, каждый догадается, что не стоит 10 тысяч рублей, даже не 30. Она стоит миллионы. Это я вам говорю из личного опыта. Так вот же, как пиво или, допустим, коньяк, лезгинка, так вроде бы мне написали, может стоить так же, как и в ленте. Дорогие друзья, ну, езжайте тогда, купите коньяк-блезгинку в ленте и принесите его на море, пейте спокойно. Вам никто ничего не скажет. Но зачем говорить о том, что какие цены, удивляться этому. Я, например, когда лично отдыхать за границу, я прекрасно понимаю, что в моем кармане должна быть определенная сумма для моего комфортного отдыха. Я понимаю, сколько там что стоит, потому что не раз была. И примерную сумму уже для себя знаю. Я не хожу там и, соответственно, местным жителям, людям, которые там работают, не говорю, не сдуй вопрос, а почему у вас, допустим, так дорого стоит ром? Или там, почему у вас там определенное блюдо, там ваш суп, что там в нем, допустим, том ям, накидали там всего, вот так вот, а что он у вас так стоит? Но это смешно. У каждого продукта есть своя цена, в зависимости от того, где находится, место, какой продукт. вот не сравнивайте разливайки с рестораном. Ну, я скажу так, что в ресторане, во-первых, иной раз даже не бывает такой дорогой аренды, как на море. У вас море, вы приехали сюда за свежим воздухом. Вы приехали сюда получить эмоции. В общем, то же самое практически, что вы получаете, идя в ресторан. Вкусную еду, столовых. Также работают повара. Кто-то писал, морковка, как она, корейская, да, вот, называется там у нас, хоть там чем-то ешь в магазине, и просто даже обидно. Работают повара в столовых, им надо зарплату дать, заплатить аренду. Даже посудомойкам и то надо зарплату давать. Плюс людям нужно что-то еще заработать. Продавцам, которые вас обслуживают в столовой, это все складывается в эту стоимость. Никто не будет работать за бесплатно, так же, как и вы. Если тут есть предприниматели, которые этим занимаются, в общем, это тоже люди, те, которые просто зарабатывают. Никто на вас тут не наживается. Потому что отбить миллионную аренду и еще что-то себе оставить за сезон, это очень непросто и сложно. Вот. Ну, надеюсь, разумные люди меня поймут. И, как бы сказать, не очень хочется получать вот такие вот комментарии, глупости, скажем так, вот о ценах на море. в Архипосиповку я, когда первый раз приехала, я маленько была, конечно, шокирована тоже, что да, недешево, но тем не менее, я поняла, что я на море. Значит, такие цены, курорт. То есть, это вполне нормально. Вот. И удивляться ничему. Бесплатно никто вас не будет поить пивом. Вот пиво стоит, ему красная цена 50 рублей. Ну, дорогой мой, 50 рублей у тебя стоит в магните у тебя дома. Сиди у себя дома в магните. Зачем ты едешь на море? Или набери у себя в магните. Ну, это даже вот как у отдыхающего вот мнение мое личное. Вот. Я иду, знаю прекрасно, где, сколько, что стоит. И такие вот глупости люди разговаривают. Прямо, то ли они в ресторанах никогда не были, не ходили и не знают, сколько там алкоголь стоит. Вообще, в принципе, где вообще пить работает. Почему-то многие люди думают, что они должны приехать и должно быть все здесь им бесплатно или же по той цене, где у них варек возле дома. Извините, конечно, за такое видео, но просто я вознащена. Вот сейчас мы подходим к аквапарку. Сейчас акция на аквапарк 500 рублей из 12 до 14 июня. Но в аквапарк мы обязательно тоже сходим, потому что сезон впереди. Мы там уже были, там детям нравится. Дети просто еще не приехали. Как приедут дети, обязательно пойдем в аквапарк. Вот такая очередь. Но тут это всегда в сезон тут очередь. аквапарк хороший. Вчера мне говорили про столовую про какую-то, ну вот обжорка называется. Здесь смак. Тоже где-то в этом месте очередь, говорит, даже на улице стоит. Попытаюсь ее разыскать. Если кто знает конкретно где-то находится эта столовая обжорка, напишите в комментарии, пожалуйста. сейчас я иду по песчаной улице она приведет меня прям к альбатросу. Я думаю, сегодня люди подъедут еще, потому что вот мы ехали, когда в центр идет пробка. Кто-то едет в Геленджик через Архипа Осиповку. Но тут машин уже много. Люди приехали. сейчас приду покажу обстановку на берегу, а потом уже соответственно концерт праздничный, в общем, всю праздничную программу. Интересно, что в этом году будет на открытии. торговые лавки. Есть свободные места. Добро пожаловать. Очень близко к морю, кстати. погода хорошая. до этого мы ходили все в брюках, в джинсах и наконец-таки два дня. Второй день сегодня, да, я в шортах. Доброе утро. Доброе утро. По дороге можно выпить классу. И молча домой, иди машина. Подойди сюда. Да, порядка. афрокосы скоро приедет моя франсилия которая уже несколько лет мне заплетает косички и я буду с косичками это так на сезоне удобно очень удобно здесь во-первых влажность поэтому волосы постоянно как-то его не выглаживают и выравнивают все равно он начинает завиваться кудрявится вот а с косичками очень-очень удобно и ухода такого как волосы мытья такого частого не требует поэтому мне это очень нравится вот я зашла в альбатрос сейчас посмотрим какая тут обстановка в общем здесь на территории есть медпункт у них магазин пиво на разлить для жителей отеля детский центр альбе где можно с аниматорами оставить ребенка живенько здесь уже но это я скажу еще не сезон сезон тут вообще столько много людей детские горки для ребятишек вы знаете раньше можно было билет прям сюда купить не отдыхая здесь просто купить билет и купаться и сейчас кассу убрали и поэтому здесь только пока отдыхающие живущие в отеле как ребятишкам хорошо это бассейн не глубокий он быстро прогревается поэтому он теплый вот скажем я бы показала вам дорогу свою на работу каждый день четко так классно это холодный бассейн вот том где фонтан там я чаще всего плавала потому что он оптимальный по глубине по глубине он оптимальная и не такой холодный здесь нам проводили акваэробику сейчас тоже этим всем занимаются и ресторан прошла через альбатрос сейчас прям выйду на набережную он вот смотрите тут сейчас будет какое-то мероприятие вынесли колонки аппаратуру вот аниматоры альбатроса пойдемте посмотрим море но люди купаются причем немало людей купать значит вода не холодно сейчас сама зайду воду ну да такая водичка скажем если кто-то очень сильно хочет покупаться то можно привыкнуть и поплавать но я все же подожду уже жаркой погоды вода чистенькая тут пишут некоторые в архивоу спуске грязное море нет находясь здесь постоянно каждый день я скажу так что здесь море всегда разное день на день здесь не приходится когда-то очень грязная когда-то очень чистая как слеза поэтому не надо делать таких выводов пожалуйста нет вот я щас постояла привыкла в водичке вообще хорошо можно закупаться уже можно вполне а море это сила я обожаю море вот здесь я как это есть этот архив по осиповке если вам нравятся мои видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии буду очень рада вам отреев по